На Площади Свободы прошло итоговое занятие выпускников по предмету защиты Отечества. Изучив азы военного дела, старшеклассники всех ренийских школ, а также юноши из Лиманского и Долинского, собрались на торжественное построение. Аналогичное мероприятие для выпускников других сельских школ прошло на базе Нагорненской погранзаставы. В январе месяце юноши, выпускники 2001 года рождения, одиннадцатоклассники нашей школы, проходили приписку к военному комиссариату. Они прошли медицинскую комиссию, получили приписные свидетельства. Это первый шаг приобщения юноши к вбройным силам. Отдел образования совместно с военным комиссариатом наградили учеников, которые показали лучшие результаты в изучении курса «Защитник Отечества». Главная задача курса «Защитник Отечества» – это воспитание патриотизма. Главная задача курса «Защитник Отечества» Главная задача «Защитник Отечества» Главная задача «Защитник Отечества» 11 класса успехов и, зразумево, всем нам, вважаю, мир, чтобы на наших головах был мир и не было в нашей державе войны. После парада служащие погранзаставы рассказали будущим защитникам Отечества о своем обмундировании, о специальных средствах защиты и связи, о боевом оружии, с помощью которых зеленые береты охраняют государственную границу Украины. Значит, пистолет Макарова, дуже белый и надейный, якісный пистолет, 79-го року выпуска, чердосиный, мы выкористовываем его, национальная полиция, все ходят с ними. Два магазина, 8 патронов боевых, все уже на поражение, если надо. Конечно, особый интерес у юношей вызвало боевое оружие. Вытолкивает поршень, затворная рама полностью с затвором, откидывается назад, откинулась назад. При этом вот тут внизу стоит следующий патрон. Он назад, он уже перезарядился автоматически. В советское время каждый школьник имел возможность подержать автомат Калашникова в руках. Его разборку и сборку осваивали и юноши, и девушки, сдавая нормативы на время. Сегодня в школах такого оружия нет. Есть большая проблема с учебно-материальной базой. В старые времена разрешалось держать учебное оружие в школах, и не было таких требований по охране, которые сейчас требуют Министерство внутренних дел. Это серьезные финансовые затраты. Есть макеты, которые можно приобретать в школах, они полностью соответствуют реальному оружию. Но цена их не посильна для бюджета. Это примерно за один образец до 5 тысяч гривен. То есть пока есть непосредства. Надеемся, что в дальнейшем ситуация улучшится. Как вариант, возможно, что отдел образования, город, район подумают и сделают какой-то базовый кабинет. После лекции пограничников будущие защитники Украины воспользовались возможностью примерить обмундирование и подержать в руках настоящее оружие. Спасибо.